Здравствуйте! Поэтому нам бы вот, ну хотя бы провести проверку по пожаробезопасности. Сетки металлические. И вот как ветер, так они эти вот начинают прям болтаться. Знаете, до угли сейчас летят. И вот и моей 183-й квартиры, и соседней 184-й квартиры. У нас вода скапливается. И получается, здесь у нас вода стоит. А коли это земли города, тогда и водосток должен делать город. Естественно, многие ждут, что в опросах решится как по мгновению волшебной палочки, что не всегда возможно. А потому заместителям главы часто приходится терпеливо объяснять людям юридические тонкости. Есть определенный пакет документов, который обязательно должен быть. И вот их всего, по сути, два серьезных. Это протокол общего собрания со всеми необходимыми вопросами. И второе заключение специализированной организации. Мы включаем такие дороги в реестр бесхозных дорог. И когда эта дорога попадает в соответствующий реестр, мы уже имеем законное право обслуживать эту дорогу. МДС после перехода из одной системы налогоблажения в другой должен платиться. И вот эти 20% плюс прибыль, они должны быть включены в тариф. Лидия Ивановна Пеганова пришла на выездную администрацию не с просьбой, а с благодарностью. У дома номер 3 по проспекту Ленинского комсомола возвели незаконную постройку. Благодаря усилиям общественников, депутатов и руководства муниципалитета, правда, восторжествовала. А в актовом зале школы уже собираются те, кто пришел задать свои вопросы лично главе Ленинского округа Станиславу Карлова. Это общение традиционно проходит во второй части выездной администрации. Добрый день, уважаемые жители. Мы сегодня с вами находимся здесь, в этой локации, про которую нас просили наши жители. Вопросов было много по сосенкам. Да, Елена? Я думаю, что сегодня мы много чего обсудим по сосенкам. В начале выступления Станислав Катров поднимает темы, которые волнуют местных жителей больше всего. В пятом микрорайоне это реконструкция сквера сосенки. Мы визуально разделили на эти две очереди. Первую и вторую. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимо дополнительное обследование, разработка концепции по благоустройству именно второй очереди. Понятно, что понятные опасения наших жителей. Как бы туда пай какой-нибудь, кто-нибудь не успел поставить очередной раз. Мы, естественно, этого не допустим. Тему продолжили в диалоге с представителем инициативной группы местных жителей. К Станиславу Катрову присоединилась Елена Борежа. Хочу вам отдать презентацию первой части сосенок, а вторую часть сосенок мы, соответственно, вместе уже обсудим. У нас сквер сосенки откадастрирован. Если можно, картинку выйдите, пожалуйста. Про вторую часть имел в виду. У нас все откадастрировано. Хорошо. Все под контролем. Сквер сосенки защищен. Это я вам сто процентов говорю. Обсудили не только вопросы реконструкции сквера, но и установку мафов, проведение мероприятий для детей и взрослых, возможность благоустроить прилегающую территорию. Переход вот здесь, за магазином АТАК. Здесь будет пандус для колясок, ступеньки будут. И вот здесь планируется размещение туалета, в том числе для инвалидов. Я думаю, что коллеги отрабатывают этот момент. Да, спасибо. Я все равно держу на контроле. Сейчас же нужно сделать новую схему. Будет пройти через МВК на правительстве Московской области и сделать перераспределение этого земельного участка, даже несмотря на то, что он в муниципальной собственности. Естественно, темой сквера общение не ограничилось. В режиме диалога Станислав Катаров ответил на несколько других вопросов местных жителей. Вопрос по поводу транспорта общественного. 489 маршрут, 471, который на расторгу выходит. Их не дождаться. Действительно, сейчас проблема есть, о которой вы говорите. Значит, мы на этой неделе, в четверг, встречаемся с МОСТ «Трансавто» в первых лицах. Дмитрий Александрович Абальонов приезжает, соответственно, со своими коллегами. И будем все эти вопросы принципиально обсуждать. Есть проблематика с старой техникой, есть проблематика с переходом от тран-транса в МОСТ «Трансавто». Знаете эту историю. Я думаю, что до конца года эту проблематику совместно с правительством Московской области, с руководством МОСТ «Трансавто» мы постараемся снять. Напомним, что встречи с жителями в формате выездной администрации проходят каждую неделю. Максим Козлов, Алексей Остафуров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.